Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал The Get пришёл следующий вопрос. Можно ли сделать татуировку на руке с цитатой Священного Писания, чтобы всегда поучаться и всем показывать, что я христианка? Какое замечательное желание, но немножко не по разуму, мне кажется. Во-первых, всё-таки Священное Писание говорит, что человек не должен делать на своём теле никаких изображений, никаких надрезов. Правда, речь идёт об ритуальных татуировках. В древности татуировок просто ради украшения никто никогда не делал, но тем не менее, всё-таки слова такие есть, из книги букв не выкинуть. Поэтому к татуировкам изначально относимся без особого энтузиазма, даже если просто для украшения. Ну и вообще, как бы, ты чисто тело получил от мамочки и папочки, то как бы и верни его Господу Богу в том виде, в котором получил. Если на храме появляются какие-то вандальные надписи, пусть даже и с текстом Священного Писания, всё равно потом приходит специальный будучий человек и их закрашивает. Ибо негоже заниматься вандализмом, пусть даже с богочетивых соображений, на святом месте. А тело – это всё-таки храм души, это вместилище Духа Святого. Тоже нечего на нём ничего писать. А насчёт того, чтобы поучаться всему этому, а какую цитату вы хотите написать? Не убей, не прелюбодействуй. Там 613 заповедей в Ветхом Завете, а про новые вообще молчу. Как минимум надо переписать 5-ю, 6-ю, 7-ю главу Евангелия от Матфея. То есть, так называемый Иван, Нагорная проповедь. Ну, хотя бы заповеди блаженства. Ты же будешь вообще весь в татуировках по-хорошему. И потом думать, а какую сейчас исполнить? На правой руке заповедь или на левой? На ноге? Где там ещё эти заповеди будешь писать уже? Умалчиваю. Зеркало подносить. А что ж мне там на спине? Поэтому как-то тоже вопрос, собственно, а что? Гимн любви апостола Павла? О том, что любовь долго терпит и так далее. Или плода Духа Святого? Собственно, какую заповедь исполнять? Или, может быть, слова «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всём благодарите»? Сложно, сложно. Лучше читай каждый день Писания. И пусть в голове будут все заповеди. Плавать надо в тексте Нового Завета для того, чтобы в какой-то момент, когда надо быстро принять какое-то решение, так же быстро в голове появлялась мысль, подожди, подожди, Господь не велит так поступать. Или какое-то смущение появляется. Прямо не по уму я поступаю, а по тщеславе, по гордости, по похоти. Вот так надо жить. И о том, что вы христианка, должны по вашей жизни судить, а не потому, что у вас христианская татуировка написана на лбу. Вот самое главное. Не внешним плетением волос, пишет апостол Павел, должна украшаться женщина. Вот как там. Красотой нетленного духа. Образом жизни. Потому знают, что вы, мы ученики, говорит Спаситель, что будете иметь любовь между собою. Если ты такой большой татухой на всю руку, любите друг друга, будешь кричать, осуждать, истерить, можно же бить кого-нибудь. Ну что же получится такое? Как несоответствие внутреннему миру, внешнему. Да, апостол Павел пишет, что от внешнего к внутреннему. Ну, не про татуировки он пишет, если честно. Поэтому крест есть на вас. Это уже символ того, что ты христианин. Это символ нашей веры. Его носите, его не снимаете. Или менять. В некоторых случаях. Вот и всё. И показывайте образом жизни, а не какими-то вешенными атрибутами. Если уже сильно хочется, достаточно много у нас есть, ну, несколько точно брендов православной одежды, где цитаты из Писания из каких-нибудь молитв изображаются, там, на спине, на руке, там, на кофте, ещё где-нибудь. Цитаты из Писания в том числе. Ну, купите себе эту кофту и носите, и не будете тело портить. Субтитры создавал DimaTorzok